Коллеги, добрый день. Хочу представиться. Меня зовут Павел Лагейкин, главный технолог телецентра Останкино. Сегодня выпала мне честь модерировать такое интересное мероприятие, как круглый стол с такими авторитетными людьми. Вы их всех увидите дальше. Собственно, хотели бы построить наш сегодня круглый стол по такой схеме, у нас будет несколько докладчиков. Основная тема доклада это будет облачные сервисы, их применение, работа с облачными сервисами. От себя хотел бы сказать несколько вводных слов, как бы мы хотели, чтобы вообще лично я хотел бы услышать на этом круглом столе. От лица своих коллег, от лица коллег из телецентра, от лица коллег, с которыми мы работаем на проектах, делаем что-то вместе. В последнее время, как мы стали замечать, облачные сервисы стали достаточно распространенной историей, распространенной технологией, которые начинают внедрять не только в телекомы, но и в телепроизводство. Мы, как люди, специалисты технории, которые работают каждый день с технологическими объектами, такие как аппаратно-студийные блоки, эфирные комплексы, транспортные сети, нам очень интересно объявление облачных сервисов и их применение. Собственно, по моей информации, которую мы сейчас агрегируем потихонечку по рынку, от наших любимых вендоров поступает информация все чаще и чаще по новым решениям, связанным с облачными сервисами. Мы потихонечку проецируем все сервисы, которые удается найти и начинаем проецировать их на свое телепроизводство в рамках телецентра. В связи с этим у нас возникает очень много вопросов, которые хотелось бы обсудить. В первую очередь я хотел бы заострить внимание не только на наших докладах, которые будут конкретно рассказывать, показывать решения, которые можно будет применять на практически любых участках телепроизводства. В принципе, эти решения достаточно компетентные, эти решения, самое главное, рабочие. Самое главное, рабочие. Но самый главный вопрос, какая инфраструктура нужна для того, чтобы работать с этими новыми сервисами, облачными сервисами. И как управлять этими сервисами? Потому что мы уже понимаем, что для того, чтобы построить какой-то технологичный большой участок, пусть это будет на примере ASB, нам необходимо агрегировать несколько таких сервисов. И, скорее всего, эти сервисы будут не монобрендовые. Поэтому вот встает такой вопрос, какой workflow надо подготовить для того, чтобы пользоваться этими сервисами и, собственно, как ими в будущем управлять. Я хотел бы представить нашего первого докладчика, Григория Арзамасцева. Он выступит с темой доклада с новым продуктом Grass Valley AMP. Это облачные технологии на службе телевещания для производства, обработки и выдачи эфир, видео и аудиосканала любого формата. Григорий, тебе слово. Спасибо. Должна быть видна моя презентация. Да, видно. Отлично. Добрый день. Григорий Арзамасцев. Я представил инженер в московском подразделении Grass Valley. GV AMP, как уже было анонсировано, и GV Media Universe – наше облачное новое решение. Прежде всего, я сегодня первый, поэтому я прежде всего немножко пару слов скажу, зачем же телевизионные вещатели, то есть именно большие телеканалы, зачем они стремятся к облакам, что это дает и чем это может быть полезно. И в действительности получается так, что прежде всего самым главным драйвером вот этих облачных технологий в большом телевидении являются новые игроки в сфере телевидения, такие как Netflix, Amazon и так далее. То есть те игроки, которые пришли в область распространения и доставки контента нашим заказчикам, телезрителям, не из телевидения. То есть игроки, у которых нет больших студий, игроки, у которых нет большого количества персонала, и нет такого большого наследия необходимости качественно и дорого производить контент, как это есть в телевидении классическом, в телеканалах классических. При этом эти игроки, естественно, серьезно снижают доход от единиц производимого контента для телеканалов, естественно, снижают, вернее, повышают требования к эффективности использования оборудования. Именно поэтому, чтобы угнаться за этими игроками, за этими доставщиками услуг, нам необходимо перейти играть на их поле, перейти играть на их технологии. При этом телевещатели должны это сделать с сохранением качества, с сохранением того формата, к которому привыкли наши телезрители. И что же нам мешает перейти в облака? Это большое количество технологических сложностей, такое как непредсказуемые задержки распространения сигналов через, тем более, неконтролируемые сети. Это необходимость масштабировать, потому что имеющиеся, и сложность с масштабированием, имеющиеся решения, когда мы просто некую технологию переносим в облако и начинаем ее использовать там точно так же, эти решения обычно плохо масштабируются, то есть не работают для двух-трех источников, но не работают для десятков источников. Естественно, телевещателям нужно интегрироваться с имеющейся инфраструктурой. То есть нельзя просто взять и заново построить всю технологию, и все производство нужно подключить имеющуюся студию, подключить имеющуюся ПТС и так далее. То есть облачная технология должна каким-то образом работать в связке. Естественно, если это облака, то мы сразу должны рассматривать технологии SaaS, Software as a Service, то есть предоставление любых услуг и любых средств производства как услуги. А если это предоставление ее как услуги, то это другая модель оплаты за использование этой оборудования, что в конечном счете приводит к изменению, собственно, бизнес-модели работы телеканала. И вот эти все сложности, они затрудняют переход нас в облака. Для решения, собственно, всех этих сложностей Гроссвелли разработала система GV Media Universe, основанную на платформе, которая называется AMP. GV Media Universe создана как единая экосистема. То, о чем Павел говорил, о том, что в рамках комплекса возможно придется использовать компоненты различных производителей. Гроссвелли стремится к тому, чтобы интегрировать все необходимое в единую систему, в единую экосистему, объединив ее в том числе с маркетплейсом услуг. То есть мы заключаем в том числе партнерские договоры с нашими партнерами-производителями неких технологий, которыми конечный пользователь может воспользоваться в рамках использования этой экосистемы. То есть не Гроссвелли разрабатывает решения, но Гроссвелли предоставляет доступ к ним. Но и при этом, естественно, GV Media Universe построена на всех таких ключевых столпах облачных технологий, в частности, таких как использование инструментов по запросу. То есть вся эта экосистема и вся эта структура построена на эластичном использовании ресурсов. То есть пока какой-то инструмент нужен, он включен, он работает и он генерирует стоимость. То есть оплата за использование любого ресурса только в процессе его использования. Ну и, безусловно, система гибкая. Безусловно, система поддерживает развертывание как в частном облаке, так и в публичном облаке. И, безусловно, система основана на том, что если вы запускаете какой-то набор компонентов в системе и потом вы этот набор компонентов выключаете, пока вы его не используете, вам нужно какое-то средство, чтобы быстро вернуться к сохраненному ранее рабочему процессу. Обо всем этом мы позаботились уже на этапе разработки этой системы. Система полностью написана с нуля. Мы занимаемся этим последние пять лет. Наши разработчики в рамках нашей же компании создали свой собственный инкубатор технологий, в котором мы разработали и уже запрендентовали целый ряд ключевых технологий, таких как технологии гарантированной доставки сигнала, обеспечения внутренней безопасности, внутренней синхронизации сигналов. Таким образом, что, в отличие от многих решений, которые существуют, которые не основаны на традиционно отвечательных технологиях, мы можем делать переключения в рамках системы с кадровой точностью, чистые переключения и так далее. Тот уровень качества, к которому мы привыкли в рамках телевизионного производства. И важной частью всей идеологии «Юниверс» является использование текущих устройств, то есть тех устройств, которые уже наши заказчики произвели инвестиции, к примеру, панели управления микшеров, использование их совместно с системой JVM. То есть вы можете использовать сегодня видеомикшер на базе K-Frame, а завтра использовать панель этого микшера с видеомикшером, запущенным в облаке. Таким образом, то оборудование, которое вы сейчас используете, и в будущем будет приносить пользу, и в будущем будет использоваться для более, скажем так, для следующего поколения производства. Каким образом все это строится, каким образом мы предлагаем это реализовывать? JVM основано на системе SaaS. Это ядро системы, которое эксплуатируется, запускается и поддерживается Grass Valley. Это ядро предоставляет весь набор центральных сервисов, такие как сервисы аутентификации пользователей, такие как пользовательский интерфейс. И все это исполняется на публичном облаке. Сейчас мы развернуты в облаке Amazon, и в дальнейшем мы планируем возможность размещения этого в облаках других поставщиков. AMP Core представляется как подписка, то есть это единый платеж на год, который предоставляет нашему пользователю доступ ко всем другим инструментам. То есть это некая фиксированная часть, и все другие инструменты, которые пользователи используют в этой системе, они все уже предоставляются по запросу. По запросу предоставляются отдельные элементы, которые создаются в виде микросервисов. И вот эти элементы — это именно микроприложения, такие как, например, один вход видеосигнала или один видеоплеер. Мельчайшие компоненты, каждый из которых предоставляется по запросу, и вычислительные мощности для этих уже микроэлементов или микроприложений могут быть размещены там, где это удобно для производства или для заказчика. В частности, это может быть публичное облако, это может быть частный дата-центр, или это может быть сервер, установленный в стойке рядом со студией. То есть если, к примеру, все источники сигналов — это камеры в студии, то нет смысла ставить эти вычислительные видеомикшеры, запускать где-то в публичном облаке. Разумнее этот видеомикшер поставить в стойке рядом со студией, и пусть он там формирует видеосигнал, и уже готовый сформированный видеосигнал дальше отправляем по пути распространения. Каждый из вот этих компонентов отдельных уже оплачивается как по мере использования, по мере его необходимости. Из отдельных таких микросервисов, микроинструментов уже можно составлять полные рабочие процессы, начиная от захвата материала и заканчивая вещанием в эфир. Основная идеология состоит в том, что как источники сигнала, так и операторы, то есть люди, которые работают с этой системой, могут находиться где угодно в мире. К примеру, мы можем иметь камеры, установленные на стадионе в Австралии и в Южной Америке, которые поднимают сигнал в дата-центр, находящийся, к примеру, на восточном побережье США. При этом видеорежиссер сидит в Японии, использует панель Corona и управляет видеомикшером, который работает на западном побережье США. При этом AMP сам внутри себя осуществляет доставку, гарантированную доставку сигналов от источников до средств обработки, формирование прокси потока с низкой задержкой для того, чтобы операторы могли работать. В рамках AMP используются микроинструменты для, к примеру, для воспроизведения клипов, для формирования полиэкранных мозаик, для коммутации, для наложения графики и так далее и тому подобное. На сегодняшний день уже в рамках Grasswell разработан большой набор вот этих микроинструментов, микроприложений, начиная от, как я уже говорил, входов источников и заканчивая видеомикшером CoFrame, который мы можем сейчас уже запускать на сервере, арендованном в Облаке. И также в состав входят инструменты из состава AMP Platform, то есть это инструменты платформы, которые позволяют в частности размещать нагрузки на видеосерверах, то есть запускать, собственно, экземпляры этих приложений, контролировать версии, обновлять приложения, контролировать работоспособность, выстраивать рабочие процессы, сохранять и загружать различные наборы отдельных инструментов, ну и, естественно, также предоставлять пользовательский интерфейс в виде HTML5. Естественно, все это построено на самых жестких основах современной IT-безопасности с внешним аудитом безопасности, то есть мы привлекаем внешних партнеров для тестирования того, что все это безопасно и все это соответствует самым строгим критериям. И наша задача состоит в том, чтобы весь рабочий процесс предоставить в рамках вот этого решения AMP, начиная от производства в прямом эфире, заканчивая вещанием в эфир, то есть play-out. Как мы это можем сделать на основе play-out, примерно? Play-out организуется, это уже готовый продукт, который мы начинаем поставлять, он называется AMP play-out. Опять же, это более 20 лет опыта в эфирной автоматизации, это больше 10 лет опыта разработки вот этой системы, основанной на централизованной оркестрации из облака, из публичного облака и отдельных инструментов AMP, которые работают на вычислительных мощностях в том месте, где это нужно. То есть у пользователя есть пользовательский интерфейс в виде HTML5 страницы, с помощью которого он подключается к веб-сайту, расположенному в облаке Amazon. Этот HTML5 интерфейс, естественно, можно запустить из любой точки мира. И этот HTML5 интерфейс управляет непосредственно нагрузками, вещательными серверами, которые формируют эфир, которые расположены там, где это нужно. Если это наземное вещание, то вещательные серверы могут быть, например, расположены рядом с передатчиком. Если это вещание в облако, например, в YouTube, то этот сервер можно разместить на арендованном в публичном облаке экземпляре, например, EC2 на виртуальной машине. Внутри вот этого вычислительного, собственно, вещающего сервера, который называется Node или Noda, все компоненты из отдельных компонентов AMP, из отдельных микросервисов, формируется тракт. Внешняя система автоматизации, работающая из облака, управляет каждым отдельным компонентом с тем, чтобы полностью сформировать сигналы. От возможности, к примеру, на физическом сервере получения SDI сигнала или сигнала 2110 с наложением графики, с воспроизведением клипов с некого хранилища и вплоть до вывода в эфир, вот в данном случае, до физического нода вывода, опять же, 2110 или SDI сигнала. Уже сегодня AMP Playout может полностью сформировать нужный нам эфирный канал. И, естественно, так как это все очень гибко, и так как это все эластично, этот канал можно запускать, тестировать аудиторию или запускать на время какого-то события и платить, естественно, только за то время, что этот канал используется. Опять же, в качестве примера для AMP Playout мы, естественно, разработали пользовательские интерфейсы, которые основаны на всем том опыте всех тех компаний, которые есть сейчас в составе Graswell, которые компании разрабатывали системы эфирной автоматизации. Здесь представлен некий набор стандартных видов, которые могут принимать эти интерфейсы. Естественно, функционал эфирной автоматизации. Естественно, в этом случае мы можем решать в том числе задачи географического резервирования вещания, потому что единый центр оркестрации, который работает из облака, может управлять вещающими серверами, одновременно работающими из разных точек, как из собственного дата-центра, так и из арендованного дата-центра физического, так и из облачного дата-центра третьих производителей. То есть в действительности для системы все равно, где физическая реальная нагрузка, обрабатывающая сигнал работы. В составе AMP также есть система AMP Asset Management, которая в том числе, и это ключевой признак, принцип, вернее, построения всей системы, система AMP Asset Management является системой Asset Management в том числе для AMP Playout. То есть один инструмент, разработанный в рамках AMP, многократно переиспользуется для всех других компонентов системы. AMP Asset Management – это такой же набор инструментов, такой же набор приложений в рамках AMP, который дает нам возможность менеджмента медиаматериалов, создания и автоматизации рабочих процессов, и также монтажа, как в Low-Res, так и в High-Res. При этом AMP Asset Management решает часто возникающую задачу, когда у нас есть некие группы производителей контента, которые могут быть географически разнесены. Классический пример – наши федеральные телеканалы и корреспондентские пункты, разбросанные по стране. И в данном случае вот эти системы и эти группы персонала часто вынуждены работать с одним и тем же контентом. При этом необходимо очень четко учитывать, где находится файл, в каком сервере, на какой локации, для того чтобы этот файл смог нормально воспроизводиться, для того чтобы все работало как следует. И также очень сложно для подобных решений это взаимодействие с интернетом, взаимодействие с социальными сетями, откуда надо как получать исходный материал, так и отдавать результирующийся. И AMP, Asset Management призван решить все эти задачи и призван сделать так, чтобы для пользователя было все равно, где он находится физически в мире, и пользователю было бы все равно, где находится его медиаматериал. Находится ли он на сервере, находится ли он на системе Stratus, или он находится на видеосервере SQ, и где бы он ни был материал, где бы не находился материал в мире, на какой бы системе хранения, в каком бы виде он ни был, для пользователя это будет просто материал в системе, и пользователь вне зависимости от того, где этот материал сможет с этим материалом работать. При этом сам пользователь может сидеть дома или может находиться, опять же, рядом с этим сервером. И, естественно, мы работаем с тем, чтобы сам материал также мог храниться в объектном хранилище где-то в облаке. Безусловно, любая система Media Set Management – это не просто база данных, это всегда пользовательский интерфейс, это всегда люди, которые работают с контентом, именно люди создают красивые картинки, красивые изображения, которые мы вещаем. Поэтому очень много внимания уделено интерфейсу. Весь интерфейс, естественно, на основе HTML5 нативного интерфейса не предусмотрено, то есть установочного файла. При этом в этом HTML5 интерфейсе есть мощные средства монтажа с возможностью voiceover, с возможностью наложения эффектов. Также в системе мощный редактор рабочих процессов, которая основана, опять же, на нашем наследии, на системе Momentum. И вот на скриншоте внизу вы можете видеть, как мы можем создавать рабочие процессы, буквально перетаскивая кирпичики и соединяя их линиями. Дальше этот рабочий процесс будет сам осуществляться в облаке, в том числе с управлением системами третьих производителей. Ну, естественно, так как Grass Valley всегда был силен в live production, естественно, из AMP можно строить систему для live production. У нас уже есть в эфире телеканалы, которые, вернее, заказчики, которые находятся, которые вещают. И, естественно, самыми первыми были вещатели e-sports. и наш первый вещатель, который в эфире уже более полутора лет, вещает исключительно из облака, без какого-либо оборудования на объектах. И они формируют до трех различных ASB в облаке. При этом люди, которые работают с оборудованием, разбросаны вообще по всему миру. А сами же вычислительные мощности всеоблачные, они запускаются на момент производства. И три ASB все собираются в одном мастер-контроля и вещаются уже дальше через, опять же, облака, да, YouTube и другие по формаменту строения. Ну, и также другой наш заказчик в области e-sports провел первые тестирования. Это было достаточно, если не ошибаюсь, четыре или пять месяцев назад, в котором видеомикшер K-Frame запускался на виртуальной машине в облаке. При этом виртуальная машина находилась на восточном побережье США. Режиссер же находился на западном побережье США дома с панелью Corona и управлял видеомикшером, который собирал источники с более чем 20 пользователей по всему миру. Таким образом, без вообще какой-либо Control Room или Machine Room полностью в облаке осуществлялось производство с помощью системы Вкратце, это то, что можно было уместить. Я немножко перебрал по времени и с радостью, если осталось время, отвечу на облаке. Григорий, спасибо большое. Я только в самом начале сказал, что у нас будет необходимость пользоваться несколькими брендами, так сказать, производителей облачных сервисов, но, видимо, вы решили, что можно сделать все полную линейку, полный цикл телепроизводства самим. Это достаточно интересное решение. Коллеги, какие-то вопросы, достаточно большой объемный доклад был у Григория, и я понимаю, очень много должно быть вопросов. Кто-то хочет высказаться, скажите, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Если можно, у меня есть вопрос к Григорию. Григорий, приветствую. Хотел узнать, есть ли какие-то инструменты, которые позволяют сохранить всю созданную конфигурацию как вот этих всех кирпичиков, так и все рабочие процессы, все эти workflow, так, чтобы, допустим, попользоваться какое-то время, созданное всей этой виртуальной структурой, потом сохранить ее и через какое-то время, не знаю, восстановить. И требует ли это какие-то финансовые затраты сохранения конфигурации? Да, инструмент существует, он разрабатывался с самого начала. Это инструмент создания снапшотов, который как создает снапшот того, где какие нагрузки запущены, на каком из серверов выполняется какой из компонентов, так и каким образом скоммутированы сигналы между компонентами. Сохранение этой настройки – это просто XML-файл, который вы можете просто сохранить у себя на компьютере, и дальше этот XML-файл загрузить, когда вам вновь потребуются эти нагрузки. Это не требует ничего, то есть пассивное хранение настройки не требует какой-либо оплаты. Вы платите только за тот период, когда вы загрузили эту настройку и включили все компоненты, которые в нее входят. Пока вы ими пользуетесь, вы за них платите. Закончили пользоваться, сохранили, выключили, и вы дальше за них не платите. в этом и смысл эластичности. Понятно. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Вопрос можно такой. Последняя миля, режиссер сидит дома, какой он должен иметь у себя выделенную линию? Какой поток характерный? Битрейты настраиваются. Обычно режиссер, сидящий дома, должен получить полиэкранную мозаику. Чаще всего это один поток, который мы доставляем по технологии WebRTC с минимальными задержками собственной доставки. Хорошее качество картинки получается от 3 до 5 мегабит в секунду. То есть это то, что нужно режиссеру. Самый большой объем это именно получение обратной картинки полиэкрана. Безусловно, чем лучше пинг, чем лучше время доставки пакета, тем лучше. Типичные, опять же, на типичных пингах дата-центров это порядка 50 миллисекунд, это порядка одного кадра. Соответственно, это ничтожно малое время. Я так понимаю, что одной мозаикой, соответственно, режиссер не ограничивается. Ему еще нужны вспомогательные сервисы, такие как, во-первых, связь, самоуправление и какие-то дополнительные девайсы, которые он использует непосредственно при режиссуре программ. но это все, я так понимаю, по битрейду ничтожно мало по сравнению с основным это вот доставка мозаики сигналов мультивюверов. Правильно? Все верно. Типичных скоростей даже мобильного интернета, которые доступны нам, абсолютно достаточно для комфортной работы. 2 3 5 5 5 6